Кадыров это не Путин, это Путин может уйти в наглую от какого-то ответа, в наглую, как, например, он ушел от ответа журналистки BBC, которая спросила насчет его дочерей. Вы слышали, как он вообще, о чем он говорил? Вопрос был про Ивана, он отвечал вообще про Балавана. Акинцы это такие же чеченцы, как и Ногчмахкой, Шотой, Эхкеч, Эберлой и любые другие чеченские общества или отдельные типы. Это точно такая же часть нашего народа. Мы сейчас посмотрим Хоза после боя с Емельяненко. Интересно, Емельяненко не придется ли тоже извиняться за то, что принял бой? Ассаламу алейкум, Тумсо. Слышал, завтра намечается прямой эфир Падишаха со своими рабами. Как ты думаешь, стоит ли задавать ему вопросы о беспределе его вассалов, которые просто нагло плюют на чеченский народ своими правилами, придуманными ими же, хотя сам он говорит, что он гарант Конституции. Может, он, видимо, не закончил вопрос, алейкум ассалам. Об этом стоило бы, конечно, задать ему вопрос, но тебе там не дадут этот вопрос задать. Они делают все необходимое для того, чтобы никаких неудобных вопросов в эфир не поступало. Ну, или даже если они поступят, чтобы они поступили от их людей и поступили таким образом, чтобы ему было легко на них ответить. Кадыров — это не Путин. Это Путин может уйти в наглую от какого-то ответа. В наглую. Как, например, он ушел от ответа журналистки BBC, которая спросила насчет его дочерей. Вы слышали, как он вообще, о чем он говорил? Вопрос был про Ивана, он отвечал вообще про Балавана. Вообще, его спрашивают о его дочерях, когда они станут публичными. Почему такой секрет Полишинеля вот в этом вопросе его дочерей? Почему не признается, что это дочери? Почему им даются подряды огромные? А он отвечает, что там вот эти вот женщины, о которых вы говорите, вообще у нас есть проблема с инвестициями, и что-то там МГУ — это какая-то такая, знаете, организация. И, в общем, полный бред. Вот у Кадырова нет мозгов, чтобы таким образом отвечать. Поэтому там все будет продумано, ничего лишнего в эфире не прозвучит, никаких вопросов неудобных. Это сто процентов. А если даже прозвучат, как я говорю, они будут озвучены их людьми таким образом, чтобы сам вопрос был поставлен так, чтобы Кадыров мог на него ответить, и никаких там дополнительных вопросов не было. В общем, они сделают все необходимое, нет сомнений. Ас-саламу алейкум. Правда ли, что в Чечне они любят акинцев и считают их вторым сортом? Алейкум ас-салам. Это неправда. Может быть, есть какие-нибудь отдельные личности такие, с какими-то пагубными убеждениями? Ну, флаг им в руки. У нас даже в межтейповые какие-то там разногласия найдутся такие идиоты, кто будет такие вещи говорить. Но в Чечне, когда ты говоришь, что это как бы, это говорит о каком-то повальном мнении, конечно, такого нет. Акинцы, это такие же чеченцы, как и Нохчмахкой, Шотой, Эхкеч, Эберлой, и любые другие чеченские общества или отдельные тейпы. Это точно такая же часть нашего народа. От того, что когда-то советская власть решила прочертить границу между двумя субъектами, оккупированного ими Северного Кавказа, таким образом, что вот эта часть нашего народа оказалась в составе вот этой республики Дагестан, от этого они не перестали быть чеченцами, они от этого не стали другими чеченцами. Они никак не изменились, понимаете, от того, что советский режим здесь прочертил эту линию, ничего не изменилось. Они могли в другом месте ее прочертить, они могли посередине, по Аргуну разделить Чечню на две части, отдать там то, что правый берег Аргуна, отдать его Дагестану, левый берег оставить Чечней. И что теперь, эти чеченцы перестали бы быть чеченцами? Это очень странные такие вещи люди говорят, удивительные, глупые. По поводу этого боя Кадырова с Емельяненко, который, уже все меня закидали этим боем, не знаю, почему людям так нравится подобная тема, вот эти вот их хайповые движения, какие-то клоунады. И мне, честно говоря, это вообще неинтересно, даже как это комментировать, это нет никакого интереса. Даже если этот бой состоится, мы ведь все с вами прекрасно понимаем, что это не будет реальный бой, как он будет, на каких условиях он состоится, и кто там должен быть обязательно победителем. Все это прекрасно понимают, я не знаю, почему люди испытывают подобного рода вещам интерес. Салам Тумсо. Ходят слухи, что следующего агента 007 сыграет Кадырова по сюжету злодеей. Весь фильм извиняется перед Джеймсом Доун Бондом, академиком и героем России. Ну, сейчас посмотрим, Хоза, после боя с Емеляненко. Интересно, Емеляненко не придется ли тоже извиняться за то, что принял бой. Я бы хотел зачитать сообщение, которое я получил, бот обратной связи. Саламу алейкум Тумсо. «Последнюю неделю я слушал все твои эфиры внимательно и ни разу не слышал об упоминании жестокого убийства 60-летнего жителя, ну, более 60 лет ему, села, из селения Кулары, которое произошло 7-8 дней назад, найден со сломанной шеей под своей машиной. Примечательно то, что он являлся бизнес-партнером Зарган Кадыровой. Представители власти пришли домой к убитому и запретили разглашать что-либо на этот счет. Если можешь, сегодня в прямом эфире у людей попросить побольше информации на этот счет». Баракаллах. Алейкум ассаламу араматуллах. Я прошу побольше информации у жителей селения Кулары. Напишите, пожалуйста, об этой ситуации, об этом происшествии. Вечер добрый, Тумсо. Изучали ли вы историю сопротивления ирландцев, палестинцев и других сепаратистов? Считаете ли правильным значительную часть времени посвящать религиозным вопросам, а не политическим? Что бы вы предпочли маленькую шариатскую Ичкерию или весь суверенный конфедеративный Кавказ? Вечер добрый. Изучал ли я историю сопротивления ирландцев, палестинцев и других сепаратистов? Я, наверное, не соглашусь называть их сепаратистами, во-первых. Во-вторых, историю детально я, конечно, не изучал, но в целом я владею информацией в общих чертах. Считаю ли я правильным значительную часть времени посвящать религиозным вопросам, а не политическим? Это как бы о себе говоря или как? Или в целом о людях? Я считаю, что есть те, кто занимаются политикой, должны посвящать больше времени политике. Те, кто занимаются религией, они должны посвящать больше времени религии, конечно. А вообще было бы хорошо, если бы они посвящали бы время только религии, те, кто занимаются религией. И что бы я предпочел, маленькую шариатскую Ичкерию или весь суверенный конфедеративный Кавказ? Я так понял, под суверенным конфедеративным Кавказом подразумевается не шариатское устройство. Правильно понимаю? Если так, то, конечно, маленькую шариатскую Ичкерию. Томсо, привет, давай помечтаем. Ты президент независимой Ичкерии, твои первые пять указов в области внешней политики. Слушай, я бы в первую очередь, наверное, занялся бы социальными вопросами. Я бы моментом наладил бы контакт с грузинами. И вот полностью у них слезал бы эту тему с Домом юстиции. Вот как у них это устроено. Также это внедрил бы у нас в республике, чтобы в первую очередь людям упростить жизнь. Вот с этими документами, оформлениями, паспортов и вот этой прочей конители, всяких справок, прописок. Вот все, все, все. Есть вот это вот, все, что у нас делается в ЖКХ, МУПЖЕУ, пенсионный фонд отдельно, ты должен куда-то там ходить. Префектуру и так далее. Вот чтобы вот этого всего не было у людей, я бы с грузинами договорился бы. Я думаю, они бы нам с удовольствием помогли бы в этом вопросе. И я бы вот как у них это устроено, эта система юстиции, так бы у нас ее вел, именно вот этот Дом юстиции я имею в виду. Так же систему здравоохранения я бы, наверное, как у них сделал бы, полицию устроил бы, как у них. Я бы начал бы, наверное, с вот такого плотного сотрудничества с Грузией. Мурат, Тумсу, ассаламу алейкум. И это чеченцы, живущие на территории Грузии. Так было, так было и так и будет. Мы не претендуем абсолютно на эту территорию. Насколько я знаю, никогда, ни в какие времена у нас не было никаких разногласий с грузинами по поводу Панкистского ущелья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok